Всем привет на канале ИП. Вы, наверное, уже посмотрели все наши ролики с бракованными монетами 100 тенге. Очень хорошо, что вы много комментируете, ставите нам лайки, обсуждаете. И вот новый повод для обсуждения вот в этом письме. Прошлая неделя была урожайной на аукционе в группе Золотая Сотня. Было выставлено на торги несколько предметов. Бракованная банкнота была выставлена и были выставлены бракованные монеты. Но кроме торгов просто несколько участников, в частности Валера Белянченко, наш постоянный участник Золотой Сотни, выставил две банкноты десятитысячные. И вот эти банкноты без торгов по фиксированной цене я выкупил. И вот эти банкноты пришли. Сейчас мы их вскроем, покажем и дадим вам новую пищу для размышлений. Так, вот видите, как тщательно упаковано. Вот для тех, кто не знает, как паковать, смотрите внимательно. Вот видите, во-первых, конвертик какой. Лучше всего такой желтенький конвертик. Он идет с пупырышками так называемыми. Очень жесткая, хорошая бумага, самоклейка. А он чуть-чуть дороже, но зато надежнее. Видите, вот здесь как картон и сколько скотча. Как хорошо, плотно запечатано. Сейчас буду аккуратно срезать. Я как бы не сомневаюсь, что там оно еще все переложено дополнительно. Но все равно любая банкнота, это не монета, при разрезании можно нечаянно увлечься и повредить. И деньги будут вложены впустую. А найти второй такой же экземпляр иногда просто невозможно. Так, вот смотрите дальше. Видите, там внутри еще вложено в пластик. Черное, видите? Это еще и у нас черный пластик. Так, вот достаем. Вот здесь вот наши банкноты. Вот это файл. С одной стороны у нас одна банкнота, другая банкнота. Но мы сейчас расскажем только про одну, а про следующую банкноту в следующем ролике. Поэтому обязательно подождитесь следующего ролика и тоже увидите еще одну интересную банкноту. Ну, пожалуй, я начну вот с этой банкноты. Обратите внимание. Казалось бы, обычная десятитысячная, но вот один номер у нас нормальный. Похожие ролики, кстати, уже были, но с другими номиналами. Вот десятитысячная такой не было. Видите, здесь у нас БЖ. Серия БЖ. А вот на этот вертикальный номер, если мы внимательно посмотрим, то увидим, что у нас, во-первых, два нумерации, две нумерации, во-вторых, у нас две разные литеры. БЖ и БЕ. Собственно говоря, больше ничего особенного на этой банкноте у нас нет. То есть можете посмотреть. Оборотная сторона подпись Килимбетова у нас. Председатель у нас банка. Банкнота из обращения, легкие следы оборота, но очень приятная сохранность. Видите, у нас БЖ, БЕ. И вот как такое могло произойти, когда у нас двойная нумерация была на ЛЛках, десятитысячные, отлистайте, посмотрите, есть у нас и такой ролик. Там было, в принципе, все понятно. Просто лист, банкнот из замещения, положили вместо бракованного листа и получилось вот таким образом, что у нас ЛЛ и АД, если я не ошибаюсь. АД литеры были нанесены. А здесь мы видим нанесение всего лишь по одному номеру. Я думаю, что вы подумайте тоже. Возможно, как бы вы знаете ответ на этот вопрос, как такое могло произойти. Если вы знаете ответ на этот вопрос, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что, в принципе, я пока могу только догадываться, как это могло произойти, учитывая, что идет еще и полное несовпадение по номерам. То есть, если бы это сделали точно так же, как с тем листом с ЛЛ, с замещениями, то у нас было бы два номера. А у нас по факту только один номер перепечатанный. Плюс у нас перепечатка идет не просто по литерам, у нас еще и перепечатка полностью по номерам. То есть, это вот такая вот небольшая загадка. Надеюсь, вы поможете мне эту загадку разгадать. Неплатежная, да, купюра? Эта купюра по всем параметрам, как вы правильно, Игорь Павлович, говорите, она неплатежная. Но, тем не менее, любой терминал ее примет без проблем. Но сдавать ее в терминал глупо, потому что коллекционеры заплатят за нее гораздо больше. Вот сейчас Игорь Павлович включил ультрафиолет, губительный. Мы на всякий случай посмотрим ее подлинность, чтобы ни у кого вообще не было никаких сомнений. Вот, смотрите, у нас светятся волокна, у нас светится наша пирамидка. И давайте другую сторону тоже просунем, посмотрим. У нас светится полоса. То есть, по полосе у нас вопросов нет. И у нас, по-моему, нижний номер должен светиться, да, Игорь Павлович? Да, обратите внимание, все нормально. Нижний номер у нас тоже светится. Это подлинная купюра во всех отношениях. Тут у нас тоже и волокна светятся. Все у нас, все нормально с этой купюрой. Многие спрашивают про цены. Цены я не всегда говорю, потому что, ну, в некоторых случаях это не совсем корректно, потому что это надо согласовывать с продавцом, и не всегда есть, как бы, в этом необходимость. Ну, в данном случае я секрета держать не буду. Вот эти две купюры, которые были приобретены, фиксированная цена за них была 54 тысячи деньги. То есть, сами посудите, вы можете эту бракованную купюру засунуть в терминал, испугавшись, что она бракованная. Можете отнести в Насбанк, сдать, и получите за нее ровно 10 тысяч. А если вы пришлете на канал ИП, то можете получить за нее уже 20, сколько у нас, 27 тысяч получается, да? 27 тысяч за купюру. То есть, уже как бы приятно, согласитесь, либо 10 тысяч, либо 27. Так что, думайте, ищите бракованные купюры. И если нашли бракованные купюры, не забывайте мой WhatsApp 8701-325-5702. И не забывайте лайкать и делиться этим видео. Всем пока. Ждите следующий ролик со второй купюрой.